День Семьи, Любви и Верности День Семьи, Любви и Верности Настоящий звездопад! Но не беспокойтесь, никто не пострадал. Суперзвезды электронной музыки съехались на фестиваль Fruit Vibrations, чтобы угостить московскую молодежь свежевыжатыми музыкальными фруктовыми миксами. Прямо сейчас, в нашем следующем сюжете, узнаете о самых горячих подробностях с места события. Два дня аэродром Тушина сотрясали фруктовые вибрации, ведь фестиваль Fruit Vibrations собрал на опен-эр хедлайнеров электронной музыки и лучшие треки, под которые танцует вся планета. Поехали! Поехали! Сам фестиваль электронной музыки не случайно был назван фруктовыми вибрациями. Как и фрукты, он вобрал в себя все краски лета. Я думаю, он очень фруктовый и мне это нравится. Он, как и фрукты, красочный, яркий, сочный. Это круто для людей, которые здесь танцуют. Меломаны пофантазировали, с какими фруктами у них ассоциируется этот фестиваль. Ответы оказались довольно забавными и непредсказуемыми. Я перед тем, как выехать, съел персик и поплясал, и почувствовал вибрации персика. Я думаю, с манго. А, ну потому что манго такой вкус необычный. Немножко ядреный, немножко сладкий, немножко приятный. С вишенками! Потому что они вибрают и так делают. От сумасшедшей энергетики диджеев вибрируют не только фрукты. Киловатты звука сотрясают барабанные перепонки и землю под ногами. А народу только этого и надо. Вообще кайф, музыка супер, разные направления. Танцуем, веселим, как-то супер! Эй! Любители драйва размяли косточки и подзарядились энергией на весь остаток лета. А сам фестиваль всем явно пошел только на пользу. Должен быть здесь сейчас, сидеть не перед телеэкранами, а танцевать здесь. Потому что это самое крутое событие в нашей стране в этом году точно. Свежевыжатый музыкально-фруктовый микс пришелся по вкусу каждому меломану. На фестивале работали три сцены, где можно было услышать все направления электронной музыки. Есть прогрессив-фрук, где больше прогрессив-транс-музыка, мейнстейдж, на котором больше как бы мейнстримовый, что-то такое, бигрум, прогрессив-хаус. И бас-сцена, на которой там можно услышать, вчера это был хардстайл, сегодня это даб-степ, что-то такое. Организаторы обещали порадовать гостей настоящим звездопадом и не подвели. Зажечь публику приехали мировые диджеи. Даш Берлин, Дэвид Гетте, Бен Колт и многие другие. У каждого по случаю фестиваля была специально подготовленная программа. Ведь всем хотелось оказаться лучшим из лучших. Этим летом я играл на нескольких фестивалях, и всегда у меня получался уникальный музыкальный сет. Сегодня я играю новую музыку, и то, что вы услышите, вы не услышите больше нигде. Мне кажется, для диджея это очень важно. На фоне такого количества участников фестиваля хочется быть уникальным. Динамичные сеты заряжают публику драйвом. Однако, как оказалось, под такую музыку можно не только двигаться телом. Кого-то она вдохновляет на хорошие поступки и дарит маленькие радости. Любые положительные поступки, будь то забота о ближнем, будь то любовь, будь то просто радость тому, что солнце с утра встало. А кого-то электрохиты воодушевляют даже на выполнение бытовых обязанностей. Я по хорошей музыке чищу картошку и пылесошу. Каждого гостя музыка Fruit Vibrations вдохновляет по-своему. И главное тут совсем не потерять голову, окунаясь во фруктовые фантазии. Внимание, внимание! Совсем скоро состоится серия концертов «Наше лето». 10 вечеров, 10 популярных артистов, 10 возможностей приобрести билеты в танцевальный партер по 10 рублей. И это не шутка. Московский главклуб покажет, что такое «Наше лето». 16 июля по 1 августа Москва, главклуб. Все подробности на сайте 3w.gloveklub.com.msk. Казалось бы, что может объединять моду, спорт, музыку, помимо светских тусовок и вечеринок знаменитостей? В рубрике «Фэшн» найдете ответ на этот непростой вопрос и не только. Мода против футбола. Мир буквально разделился на два полюса. Внимание одних сегодня приковано к Бразилии и Чемпионату мира по футболу. Внимание других – к неделе моды в Париже. Однако одному красавцу удалось объединить и тех, и других. Пожалуй, самый модный современный футболист Дэвид Бекхэм снялся в очередном рекламном ролике для H&M. Причем футболист презентовал самую интересную часть коллекции, а именно нижнее белье. Впрочем, это не первый случай, когда прославленному футболисту пришлось щеголять по улицам в одном белье. Еще в 2013 году сам Гай Ричи снял рекламный ролик с участием Дэвида. И, судя по всему, зрителям он очень понравился. Впрочем, всему семейству Бекхэм удается совмещать в себе сразу три различных направления деятельности – моду, спорт и музыку. Ведь ни для кого не секрет, что Виктория Бекхэм в прошлом сталистка легендарной группы Spice Girls, а сегодня – настоящая фэшн-дива. И эта феноменальная семейка может лишний раз служить примером того, что любовь не только спасет мир, но объединит всех и вся в один прекрасный союз. И на сегодня это все. Уже в следующем выпуске Ньюсбокс Леонид Семенов расскажет вам о том, какую молодую российскую певицу слушают участники Black Eyed Peas, а также в рубрике Спешл расскажем о том, какие взаимоотношения у наших звезд с шоколадом. С вами была Устинова. Всем мир и пока-пока! Ньюсбокс Леонид Семенов